пистолетка тим спирит защите команда вар у нас будет в атаке здесь конекте смотрите подловили сам даянга на правда кауди успел разменяться здесь дима идет в пару к кауди и будут они убивать плент в ситуации 2 против 2 их женку и дан си соответственно кауди неплохо но здесь же женку то работает 1-0 команда винодрейн повела они живар соответственно друзья подписывайтесь на викинг компани в группах у нас проходит голосование и прочие интересные вещи а также лучшие ставки на киберспорт прозрачный процесс выплат удобная и понятная платформа все это только на gg бете 28 сезон если мау тинди у лик у нас best of one матч завершающий сегодняшний игровой день соответственно team spirit против коллектива wind and rain в общем-то по статистике пока у нас стоит пауза в общем-то не начали не могли мы долгое время начать игру не знаю по каким причинам там были проблемы это прямо с коннектом у команды team spirit сейчас вот проблемы с коннектом уже команду коллектива wind and rain поэтому придется нам сейчас ожидать пока вернется последний из игроков команда атаки фрейм я так понимаю у нас вылетел так оно и есть но и будем пока ждать в общем-то немножко пока расскажу что у нас здесь происходит один матч мы сегодня уже посмотрели сейчас второй и статистика статистика данных команд пока на лиге у команды spirit две победы одно поражение соответственно команды wind and rain на победа три поражения пока вот так вот в двадцать восьмом сезоне команда у нас идут по турнирной таблице в прошлом сезоне спириты были близки были очень близки на самом деле к тому чтобы попасть и в esl pro лигу на этом сезоне да но что-то как-то не сложилось в общем-то и поехали они на губу челлендж финалы участвовали также переходных матчах на право попадания на esl pro лигу в общем-то они заняли третье место по итогам сетки плей-офф из восьми команд по итогам 27 сезона в итоге сумели отправиться отправиться на финалы мы в общем то там они к сожалению 2 быстро в 3 серии по моему проиграли если мне не изменяет память соответственно но вот зато успешно выступили на глобал челлендж да не заняли второе место проиграли проиграли финал команде by g по моему если не ошибаюсь наверное им да по-моему им вот но в упор на борьбе на самом деле но и к сожалению спириты не попали у нас на esl pro лигу вот авары им ниже wind and rain в прошлом сезоне я их помню хорошо общем-то они неплохо выступали были дебютантами в двадцать седьмом сезоне в общем-то сумели сохранить по крайней мере прописку на 28 и в этом сезоне также будут стремиться улучшать уровень своей стрельбы уровень своей игры в какого-то командного взаимодействия возможно и прочих 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 факторов которые будут так или иначе влиять на внутреннее состояние и игровой стиль команды wind and rain по составу их давайте расскажу в астро женку хэмзг найн данс из и фрей соответственно этим спирит всем знакомым куди дима самда янг сотфик и дав кост как-то так проиграли у нас команды из россии пистолетный раунд имеется мы видим дигу 3 цзшки есть также скауты здесь через бут будут пытаться выходить дима оформляет у нас энтер для своей команды правда женка перед смертью успел забрать все-таки самда янга и это неплохо 4 4 ситуация колли 6 процентов соток здесь прячется у нас пока что в биобби и будет пытаться работать у него имеется также цзм дав кост скаут на руках будет пикать ну слушайте если дав кост сумеет забайтить на себя и по крайней мере как-то стянуть на себя одного-двух соперников я думаю что софтфик будет должен того просто обязан наверное делать 12 минус по крайней мере точно но пока что мы видим что готовится раскидка у нас точки боя имеется по гранатам два коктейля молотова имеется смолка две флешки соответственно но астро здесь должен проверять да он очень-очень так знаете целенаправленно идет и сейчас все таки ох ты ж не проверили да ладно сейчас просто шанс ну же софтфик погнал работы друг раз только один минус но мог больше ну как же так то зато скину врывается дима тоже не убивает коуди 6 процентов и 2 в 3 ситуации слушайте ну как же могли сейчас спирита а зажечь то здесь огни просто над головами команды винденрейна в итоге все благополучно заканчивается для команды из великобритании это второй раунд в атаке для них ох ну ладно в общем-то софтфику немножко не хватило дима влетел в спину чтобы разменять тиммейта тоже не хватило и в итоге три игрока на данный момент пытаются сохранять девайсы фрей убивает на сколди фрей убивает еще плюсом с этих шотищем до в коста 2-0 и команда спирит остается без денежных средств до в костри 350 3 маг десятых два автомата калашникова закупил он коллектива wind and rain пока через бус будет видимо действовать команды нет управляются два под скрипт управляются два под мэйн один нас до сих пор находится под бас бэйт фрей с маг десятым хотя на самом деле был бы рациональный наверное здесь запускать эти самые все маг десятые на точку а и чтобы последними выходили женку и химск найн который бы с автоматами калашников уже что-то придумывали что-то делали оставались последними в случае чего какой-то знаете неординарной ситуации которая могла бы произойти против пистолетов все может быть да и в общем-то проигрываются раунды голым юспам и в общем-то раунд под номером 3 не исключение правда мы видим что фрей уже вышел на базу бэй собрал максимальное количество информации для своей команды ну и теперь можно спокойненько перетягиваться под эту самую базу бэй дима дима подозревает да дима что-то знает здесь в общем-то пришла перетяжка у нас дима попробует может быть убить сейчас проект который занял очень хорошую позицию в кт фрэй готов убивать и пошел нарезать рано у него 20 процентов или поздно его убить коди это в итоге где угодов как он сюда пробрался дима ты же мама дорогая дима дабылки вот это да как он туда пробрался еще и данцы падает у нас колди что за раунд мы только что с вами друзья говорили что и раунды голым юспам проигрываются и поход дело на каркал я здесь беду для команды винденрей мы видим что что уже ситуация довольно плачевная и в итоге сам даянг делает финальный фраг друзья это фулл эко взятая фулл эко как дима пропустили вопрос непонятно совершенно как мы не видели как он зашел мы увидели только финальную фазу когда дима оказался уже в пункте с п 2000 нам убил в итоге своего оппонента убил бом керри забрал автомат калашникова и в итоге затем без каких-либо шансов убил еще игрока на хэдшоте но это жесть на самом деле это просто жесть просто беда это невероятное потрясение для команды виндендрей ну и в итоге теперь придется самим может делать им экономический раунд денег и соответственно нету минута 40 до конца мы поехали поехали наблюдать что будут придумывать три дегла ну слушайте у меня теория такова что дима сидел в пункте за тройкой его просто не зачекали вот это единственное наверное объяснение данной ситуации сложившейся скорее всего так оно и было то есть он сидел за тройкой ждал когда ворвутся на него игроки в итоге плент никто до конца не дочекал и спокойненько дима разобрался с двумя игроками на сайте и затем еще очень хорошая конечно помощь от того же колди плюсом сам даянк мы видим добил последнего в общем-то все же все здорово спириты сделали все довольно неплохо сам даянк убивает нас одного игрока уже в скрипе здесь астрона хайвей прошел астрон среагировал слушайте здесь по игроку на холодильнике то это был сотвик но все-таки сотвику удается перестрелять женку дальше дансизу на скрипе и колди у вас враг по дансизу дабл киев от колди по минусу дали также сам даянк с олтфик и дав кост с авп дав кост кстати сделал в итоге entry kill в этом раунде как мы на это внимание особо не обратили 2-2 друзья это пятый раунд на ваших экранах есть снайперская винтовка в атаке и мидс 4 автомата калашникова астро полетела у нас смочок в коннектором и пытаться возможно через буст все таки этот смог обычно дают наверное с условием того что вам нужно выйти каким-то образом дима убивает первым дженку дима шикарно минус дансиз да блоки уже дмитрия ну и теперь крайне трудно будет команде вар сейчас что-то придумывать потому что они в численном меньшинстве на двоих игроков меньше имеют нежели у team spirit коди вот так вот встает у нас смотрит выход с мэйна на форк краски ну и здесь автор в принципе подходит к этой ситуации к этой позиции не знаю постарается ли он выйти здесь или все таки да все таки смещение минуту 05 до конца смещаются они под базу b даже не под б даже на буст по сути по сути да здесь просто-напросто игроки сейчас подставляться не будут ему по идее слышите передвижение дима сейчас не открывается дима до сих пор сидит по на цементе хотя обычно когда игроки делают там 23 минуса с одной позиции они пытаются саму позиции поменять да но мы видим что дима не из порядка он готов до конца сидеть в общем-то и ждать дима ждет вот таки на нежданчик может выйти сделать трипл квадро что угодно 2 в 5 ситуация до вкос у нас убил еще одного игрока атаки я так понимаю что винденрейн два оставшихся игрока пытаются просто под подсейвить сохранить девайсы для раунда под номером 6 фрей ждет у нас аркаду дима может сейчас подставиться в принципе если пойдет дальше но вроде как сверх агрессии от него не предвидится он просто смещается ближе гаражу и рано или поздно может принципе зайти но там нужна граната какая-то у димы а у димы есть флешка кстати можно было бы ворваться после тайминга но нет не хочет 5 девайсов сейвит для себя team spirit это отличная экономика это стабилизация этой самой экономики набор движение вверх да график сейчас пойдет как раз таки именно к верхним этажам 3 2 спириты уже перейдем 6 раунд мы с вами наблюдаем денег у троих оставшихся игроков которые как раз таки не выжили в предыдущем раунде естественно винденрейн нету и придется им сейчас играть на пистолетах дигл по 250 глок дефолтный от хэнд найна посмотрим как это все будет работать astro пока подходит нас ближе к выходу с майна плюсом вместе с ним здесь женку будет работать и есть игрок в скрипе это dance is так ну dance is у здесь нужно конечно приложить много усилий чтобы как-то попытаться помочь потому что по 250 скрипе без армора такой себе на самом деле помощник но на самом деле можно попробовать выпустить как на пушечное просто мясо до игроков с пистолетами а дальше просто подразмерт сыграть санда янга работает здесь минус 2 уже минус 3 шикарная работа у санда янга и виде четвертого минус 4 в исполнении опорника точки а team spirit набирают уже четыре раунда подряд а как все начиналось да а начиналось все с того что дима прокрался в пенс остался незамеченным выбил 21 выбил двоих игроков и team spirit выиграли full эко на третьем раунде и вот дальше пока что не собираются они отдавать ни раунда больше по крайней мере в первой половине этого матча ну а как на самом деле будет мы с вами друзья скором времени конечно же узнаем да в кост на холпе у димы здесь пункте в миде извиняюсь дима возможно пойдет занимать бус так оно происходит будет работать именно через эту позицию надо в кост пока что смотрит у нас выход в миду как раз таки через смог но скорее всего выхода как такового не будет здесь придется довольно долгое время ждать дима пока отворачивается у нас от гранат возможных вот коктейля молотова здесь от флешек да потому что придется наверно спрыгивать рано или поздно а сотник что один теле молотова он его момент она тушит сад фиг хорош позиционка под флешечку да в костище нужно работать да в кость минус 2 отличная работа от снайперской винтовки мы видим да он не стал стрелять именно но у скопом даже в то есть критической ситуации когда вроде бы казалось что сейчас именно так делать но все-таки навелся убил и в итоге довольно стабильные уверенные два минуса в его исполнении вообще давко с последнее время набрал очень неплохую форму именно по стрельбе с своего штатного орудия да и будем надеяться что будет только расти и расти и дальше продолжить прогрессировать в этом направлении ситуация же на 3 в 2 и нужны какие-то гранаты здесь имеется 2 флешки имеется хае коуди так полетел у нас граната коуди накидывает еще одну флешку ну и теперь надо уже врываться да санда янг две снайперских винтовки на самом деле довольно мобильные девайсы и рассыпается в общем-то здесь вся оборона неоднозначный раунд и винт эндрейн в итоге выходит из него победителем хотя ситуация напомню была 4 в 2 но вот на мой взгляд это раунд капитана друзья вот дабы не обидеть конечно но позиция под винтами она такова что игроки атаки если правильно выходит на точку бена выходит именно через биоби то там прекрасно видно первым именно игрока под винтом и сотфика первым увидели хотя он он был опорный работа здесь дима хо-хо здравствуй женка здравствуй данцы за и в итоге минус 2 у дима в очередном раунде вот мы помним что по моему в шестом или в пятом примерно такая же была ситуация в тот раз дима намного увереннее по моему бил у нас двоих да с кольта здесь пришлось прибегнуть еще к помощи п 2000 своего пистолетом 4 3 так или иначе закуп очень хорошую тим спирита уже мы видим вновь численное преимущество двоих игроков имеют нас игроки из россии теперь нужно только вновь не сплоховать и попытаться здесь забрать все-таки данный данный раунд астрон смещение вновь под базу б но вот в прошлом раунде получилось выйти в эту точку почему бы и в восьмом в черном раунде когда есть меньшинство для команды варм можно и нужно попытаться вновь выйти в ту же самую позицию здесь сотфик но на сей раз у него есть поддержка в лице по крайней мере давкоста здесь через ран буст он не получается а астро в итоге занимает позицию накидывается здесь первый смачок давкост отлично минус 2 в виде третьего 3 полки от давкоста без каких-либо шансов просто на лопатки кладет команду wind and rain ну а если быть конкретнее да то троих оставшихся игроков этой команды из великобритании 53 давайте пройдемся пока по статистике 9 на 3 у нас идет давко сам даян коди и дима по 7 фрагов 2 фрага у сотфика команда wind and rain dance из 4 фрага по 5 у фрэженко а хэмск найн 2 фрага и 3 фрага у астро так мне кстати интересно посмотреть по моему там не все игроки из великобритании если я не ошибаюсь сейчас мы проверим эту информацию на самом деле спирит против wind and rain да 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 я был прав там четыре игрока из великобритании вот этот парень под никнеймом химск найн на он из швеции хотя прошлом в прошлом сезоне по моему именно все пять игроков были именно из одной страны но ладно ладно давкост давкост пока хорош на самом деле все моменты которые у него были все эти моменты были им реализованы и были реализованы на сто процентов то есть каких-то прямо глобальных пока промахов от него не было и очень стабильно с лп попадает вот яркий тому пример это выход последний на базу б троих игроков где давкост в итоге тремя пулями все в общем-то три попал сто процентов попадание так очень очень хорошо конечно же для тем спирит я думаю что задача на данный сезон для команды из россии в принципе ниже не стало я думаю что осталось на том же уровне то есть попытаться войти все-таки по итогам плей-оффа ну сначала по итогам онлайн части в топ-8 затем уже по итогам плей-офф попасть все-таки в топ-3 попытаться зацепиться за если про лигу и естественно за глобу челлендж финалы который обычно проходит у нас по-моему в америке дам прошу проводили у нас мы триумфаторами там стали у нас бейджи и в матче знаете про лигу и здесь фуэка и сотфик на приемке сотфик хорошо минус 2 есть дальше до вкосово выходит у вас нас женко неплохо бомб проваляется у нас прямо-таки на арене на шахматах находится два оставшихся игроков последний уже остается у нас хэмс найн и тот же погибает фрей также упал 6-3 в двух шагах тем спирит находится от победы на первой половине данного матча напомню что если спириты сейчас выигрывают то они набирают уже третью победу с тем спирита успели я знаю за последних три матча точно по-моему обыграть вертус про даже ну вертус про опять не очень удачно начали онлайн лигу да ну может быть отчасти хорошо что спириты попали именно первое число команд с которым пришлось вертус про играть вот из перед их быстренько в общем-то там выиграли еще кстати wind and rain тоже же вертус про выиграли стоит отметить 16 4 по моему был у нас счет а так астром готовит на смачок смачок полетел флешка вот такая вот интересная у нас пошла дима спускается флешка такая что по моему ослепит а это тиммейта прилетел флешечка хорошая в блайнде были все игроки по моему без исключения игрок команды атаки ну что тут последний борется у нас жен кто погибает это минус 5 в исполнении спиритов даблки от дима даблки от давкоста и седьмой для team spirit учитывая что было потеряно только два девайса ну можно с таким знаете маленьким плюсом наверное все таки занести в актив команды wind and rain но бомба не было установлено и все таки наверное будем считать что этот раунд не совсем на сто процентов удался у команды из великобритании и так сг-шка появляться у химск найна здесь плюсом 4 автомата калашников и очень быстрый сплит пуш точки а сам даянг до в кост коди уже пошли минусы сам даянг убивать нас химск найна дальше коди за тройка будет действовать информация по игроку в медвейне который уже находится на хайвэ ну и данцы из-за которые находятся у нас плюсом на выходе со скрипа тотфиг сам даянг уже успел прибежать вот так вот но учитывая что была информация по бомбе да оставил здесь точку b у нас капитан команды team spirit друзья 8-3 великолепный по моему диффенс на кэше нас показывают спириты хочется смотреть вот честно скажу смотришь на них понимаешь насколько все таки ведется работа как говорил цертус недавно нам в финалах финалах gg bet majestic в общем-то где тим спирит заняли обидное второе место и не вышли на если ван в кельн проиграли они команде and со счетом 02 по картам финале хотя в групповом первом матче в общем то они их выиграли в best of one но не пошло и в общем-то церковь сказал что реально мы сейчас являемся топ-1 россии и работы очень много то есть вот да там официалки официалками но очень много объем работы прям ведется мало даже свободного времени но это хорошо это хорошо потому что поднимается индивидуальный уровень стрельбы и всего в принципе тимплея того же сам да янг здесь дабл кью тем временем но entry залетела дженку с автоматом калашникова единственным здесь коуди минус фрей минус женку и последний остается данзи из без бомба правда на руках у него имеется сто процентов здоровья он поднимается на красный давкост насколько здесь прочитал дальнейшие действия в принципе перспективу игрока атаки и вновь ставится пауза очень много пауз вот у нас в первой по крайней мере половине я не знаю от кого они берутся наверняка от команды wind and rain потому что спирит все в порядке у них все замечательно и здесь только команде вар нужно обсуждать что именно они будут делать в том или ином случае потому что сейчас очень важный бай раунд они это понимают и естественно пытаются использовать все ресурсы которые у них есть для того чтобы в максимальной форме подойти к этому раунду постараться его выиграть и возможно перевернуть все таки исход первой половины потому что девять шесть это максимум что могут извлечь здесь wind and rain это не факт это не факт потому что на глобально здесь очень жесткая во первых экономика учим спирит у wind and rain все естественно наоборот не скажу что швед который играет в составе сейчас чем-то прям очень сильно меня удивляет химск найн ну такое три фрага 11 смертей пока не идет у астро в принципе такая же ситуация очень мало именно командных взаимодействий вот если этим спирит мы видим не только индивидуальный скилл но и порой именно быстрые перетяжки передвижения по карте и знания хороших таймингов то вот wind and rain как раз таки с этим немного проблем по-моему имеются и все раунды которые они выигрывали раунды только на ошибках спиритов плюсом пистолетка до пистолетки плюс один это два раунда и третий был на закупе ну вот как то так пока что только три раунда и тим спирит им очень хорошо начинают здесь выход под бэну давкос по моему это дело ждет и он читает полностью вот без фэшки да сразу данцы из-за наказали здесь давкос посмотрите уходит в девятку не уже не стал уходить на хэдшот давкос без шанса где смарт-шот только сейчас смог ложиться но перед тем как смог лег друзья мои вы потеряли троих игроков это многовато по моему коде минус химск найн последний женку что происходит с командой wind and rain не знаю неужели вот может быть не в обиду да но неужели вы ставили паузу ради того чтобы вот так вот пойти на раннем тайминге занять биоби и на шифте проходить под давкос то и ни одной гранаты ему не откинуть давкос попал в первого затем отошел в убил одного убил второго только потом ему уже прилетел смог когда вся команда спирит в принципе была в численном преимуществе на двоих игроков это конечно наверное не то что хочется видеть игрокам атаки в принципе тренеру команды на узенью вот я думаю что здесь нужно именно через буст получалось же какие-то и антрики выдавать именно с этой позиции а так или иначе 10 3 друзья и осталось нам посмотреть с вами всего лишь всего лишь два раунда в первой половине полетел смачок в миддл но такой там смог понимаете он в принципе дает обзор с белого он в принципе не закрывает всю именно платформу здесь весь миддл да то есть коннектора тоже можно при желании увидеть очень хорошая флешка и вновь насколько же правильно распоряжаются своими гранатами то есть каждая граната она должна что-то делать на карте то есть не просто ты ее откинул и стоишь стоишь смотришь там да вот откинули флешку дима пикну под самую флешку и в итоге максимально быстро убивает своего оппонента из астро выходит хорошая муталка кстати разбирается с одним разбирается со вторым и вот теперь появляется очень хороший шанс колди здесь немножко проспал по моему не знаю может быть пил чай в этот момент делал глоток крепко заваренного чая но в итоге его при переигрывают пуете 10 4 14 раундов позади 15 раунд мы с вами сейчас будем смотреть снайперская винтовку дав коста у него 17 кило фон фраг лидер всей карты в принципе не страшно то что сейчас wind and rain выиграли у нас 14 совершенно не страшно все-таки в чите иметь 10 раундов как минимумом возму может возможно и 11 это очень очень неплохой очень хороший показатель для даже знаете такой некий плацдарм для того чтобы второй половине в общем то уже выйти победить быстрый выход в мидал сам да янг здесь работает пытаются реализовывать здесь 15 дима вновь даблкил диму сегодня не пройти на самом деле всего там вот какие-то редкие раунды были когда диму удавалось все таки здесь как-то убить но в основном в остальном то дима действует крайне уверенно и очередные два минуса в его исполнении по моему ставит такую жирную точку по итогам первой половины что не думал в общем то мы толком быть смогли данцы из убивает нас колди и сам да янг убивает нас химск найна в риф от дав коста и пожалуйста очередной раунд для team spirit 11 4 друзья по итогам первой половины ждем начала 2 пока у нас перерыв можете подписаться на наш твич-канал можете подписаться на нашу социальные сети вконтакте и твиттере будем рады и в общем то видеть ваше мнение вашу активность в группах так что вперед друзья вперед будем вам рады естественно ну что ждем начало второй половины сегодня в принципе вот один из матчей который мы уже смотрели там тоже было было карты кэш правда вот я уже даже забыл кто играл ну ладно неважно там в принципе такая же была айгейм играли да айгейм против евроникс все вспомнили там была примерно такая же ситуация только немножко вот именно сторонами были наоборот у нас команды но евроникс в общем-то отдали первых четыре раунда проигрывали 0 4 а выиграли 16 5 на секундочку да и здесь тоже в принципе пистолет отдали спириты был счет 02 и уже 11 4 если сейчас возьмут пистолет кто пиши пропало для команды из великобритании здесь будет очень тяжело им как-то отыграться учитывая что не возьмут они допустим force и что делать дальше ну вот совершенно не ясно что делать дальше через буст в итоге будут делать на спириты им этот раунд под номером 16 посмотрим насколько будет хорошо реализована эта ситуация слушать а можно посмотреть то нет вот такая вот ситуация у нас замечательно сотфик готовит смачок вам коннектор полетел на смог полетел фэшком первое ого данцы шикарно и ватт в итоге на бусидиму идет дальше минус давкост третьего нет третьего не сам даянг здесь чуть ли не на префаре на самом деле выходил занимается точка и вот укрепление б здесь вот именно с граната в руках не удается куда-то сам даянг правда побежал довольно далеко и сотфик вместе с коди вдвоем с бомбой установленной на пуинте против троих игроков защиты и вся надежда здесь наверное на коди потому что именно у него имеется легкий армор а вот сотфика была раскидка мы не забываем про то что был у него смок и две флешки пику здесь мидал астро пытается найти игрока на белом там правда никого нету сотфик спалился и сотфик кстати смотрите-ка до сих пор да пытаются таким вот образом его там убить как-то или молотова полетел сотфик на себя байк ну вот очень долго жил правда коди минус астронов рей на размене 11 5 очень важный раунд для себя только сейчас выигрывают wind and rain с чем их конечно же поздравляем 11 в 5 становится счет 6 раундов разницы и скорее всего мы сейчас увидим экономически а дальше уже полноценный девайсный раунд для команды из россии так здесь быстрый выход базу бм сотфика убил дансиза но здесь а то есть трипл килл дабл килл трипл килл от астро дабл килл дансиза да только оно есть 11 6 решили быстро в общем-то слить тем спириты чтобы побыстрее свои руки уже взять акм и и нормально так пострелять на карте дакш посмотрим как именно тактически будут подготовлены здесь первым девайсному раунду спириты что именно они придумают скорее всего из-за все-таки ограниченности ограничений именно в плане сетапа по гранатам некоторых игроков состава нужно все-таки как более дефолт наверное разыгрывать этот раунд но посмотрим какие мысли у сотфика в голове и что именно он говорит своим тематам как он будет распоряжаться позиционка которую рано или поздно реализуют спириты посмотрим пока что через гулусы здесь винтах моментально находит нас дан сиза плохо было сыграно дима и дима успел отвернуться на самом деле потому что мы видели тиммейт который стоял рядом был полностью в банде то есть если бы там он был один допустим то скорее всего сейчас преимущество было бы не для team spirit а было бы для команды wind and rain 4 в 5 а впм химск найна слушайте не знаю но вот у этого парня 6 киллов и как-то я не особо помню чтобы он с воп кого-то убивал но кто его знает да какая роли сегодня химс найн минус да вкус ну вот пожалуйста правда коди очень своевременный выход и пожалуйста минус снайперская винтовка здесь смотрите насколько хитро дима спирита даже смог не станет дать может быть конечно не было смока здесь фрэй еще ничего себе трипл кио от фрея и сам да янг последний остается он нахайвая против двоих игроков против астру и против фрея в итоге исполняет фрей трипл кио и ни единого процента здоровья в итоге не потерял это прям что-то невероятное разминулся правда он сейчас сам да янгом тот уже за красный и фрей здесь квадрокилл без потери холспоинтов ничего себе вот вам фрей вот вам и команда wind and rain 7 11 и нас ждет возможно горячая вторая половина горячая концовка которая будет решаться может быть даже в двадцать девятом тридцатом раунде а может быть и увидим овертайм почему бы и нет 11 7 вновь нет денежных средств ну в общем то если анализировать именно задумку спиритов на предыдущем восемнадцатом раунде то не знаю ну а что они сделали в принципе через густ удалось сделать дальше сместились под точку а решились выйти контакт к сожалению сближение позиции и потому что не до конца за чек или одну из точек плюсом не было смока хороший именно от игрока защиты то есть он под фрей под себя накидывал смог прошивал фрей минус код дальше химск на работает он убивает на сотки к не походу да попали друг ну давай мы за тебя болеем дима ну наконец-таки с третьего или четвертого раза у нас снайперская винтовка команда wind and rain попадает что-то здесь там руки вот отлично это шикарно будем надеяться что и на девайсных раундах этот парень включится сегодня а женка убивает обхоста последний у нас андаяна билоби находит сейс андаян погибает правда дан сизов все-таки попал здесь по голове 11 8 по итогам 19 сыгранных раундов 20 друзьям будем с вами смотреть снайперской винтовки я так понимаю не будет будет все-таки будет доход другого мнения у него нет армора зато в руках штатный любимый девайс который он очень сильно уважает и любит в общем то и сейчас он с него будет убивать наверно тот самый девайс которого он больше всего на данный момент тренируется в общем туда в кс гол и будет пробовать в атаке его реализовывать идет он под точку b вместе с тиммейтами там у нас тем временем номер 7 и 8 это дима и сам даянка это какая-то заготовка кстати это потому что потому что здесь принципе все происходит довольно просто то есть три игрока попытаться выйти под б возможно вот мы видим да в ближних позициях не удалось сделать энтрикил и дальше дальше принципе пока не проходит вот только сейчас уже после небольшого перерыва у нас идут все-таки в эту позицию хорошая флешка потеряли потеряли сам даянка дима правда на размере пытается задать находит голову своего соперника 4 в 5 ситуации у нас так ну-ка здесь до после стал пика 99 процентов но и теперь вопрос как будут дальше развиваться события вот коди вновь у нас скрипе коди вообще в принципе на кэше это постоянно здесь работает очень редко можно увидеть чтобы кодик был где-то в районе точки b ну опять же это только в те моменты когда какие-то фул экономические раунды или заготовка с раскидкой на базу б допустим готовится как вариант пока что же у нас коди нашивает сайт там два игрока на дефолте коди привлекает к себе внимание тем временем три игрока будут выходить пытаться через мейн там фрей нашивает опять коди на 27 процентов до костище минус 1 минус 2 снайперской винтовки команда этим спирит химск на нас находится на машине ну и dance is находится у нас ближе к кт спауну ходе посаживались на тройке общем то вновь спириты им спириты сделали то что должны были наверно дужи сделать еще несколько раундов назад они выиграли первый девайс на раунд вот все таки в том моменте когда виндендрейн выиграли раунд все таки там было именно но не везение да там все таки был именно некий индивидуальный прорыв в одном из раундов когда фрейл умудрился сделать 4 минуса без потери холспоинтов конечно такое бывает не каждый раунд поэтому сейчас вот мы видим фрейл уже не удалось сделать так потеряли диму того же самого 12 раунда этим спирит после 20 сыгранных друзья по статистике давайте быстренько пробежимся 16 кивов у фрея 12 у дан сиза химск на девять столько же у астрос только же у женко тим спирит 21 на 9 да в кост фраг лидер всей карты 16 у димы 15 сам даян коди 13 8 фрагов у сотфика так ну и здесь по моему у нас приходит потихонечку крах экономики команды виндендрейн есть еще один раунд берут у нас игроки этим спирит да в косты здесь штрафанули коктейли молотова на 20 30 даже один процент астром готовит флешку под которую будет возможно дан сиза пикать или опять же да все таки так ну что ж есть игрок в токсике у нас да это сам даянка есть два игрока на бусте один в гараже один подготавливается миддл подготавливается миддл коди откинул нас коктейли молотова винты под это все дело занимает в общем-то эту позицию астро готовит у нас мочок под базу б но сплита как такового нету то есть мы видим именно team spirit и они сейчас играют на поздних таймингах они занимают какие-то важные стратегические позиции затем уже там на более позднем тайминге пытаться куда-то выйти учитываю учитывая именно сбор информации то есть насколько объем этой информации был в виде понимание сколько игроков у нас есть тогда здесь вот по нему никакой точно нету но дима предусмотрел этот муф и уходим ему станции правда есть еще один игрок это татро который вылез и дима даблкил вновь он на точке б вскрывает здесь отличнейшим образом даблкил от него и коди пока что ждет у нас миддл вот кстати спириты знаете есть еще какая-то команда вот сейчас вспомнил по моему нет не спраут какая-то команда из польши очень любит играть таким образом что они вчетвером в общем-то идут под базу б и оставляют одного игрока на белом и этот игрок он либо во время раскидки уже пытается зайти в коннектор либо в общем-то он просто ждет аркаду и вот здесь принципе коди занимается тем же самым в этот раз он не пошел он остался и ждал и здесь же пытается выбить у нас но коди коди может здесь и умереть у него 21 процент понимать что стреляться и дальше воевать уже против игрока защиты наверное нет никакого смысла и нужно будет учитывая что еще плюсом сам да янг забрал здесь женку 13 для тим спирит 13 8 имеется два кальта у нас имеется цзм p250 или флотный пистолет от данцы ну что ж так а давкостом а давкост давкост взял себе автомат калашников и даже маг десятый то есть там пикнул на сотвик но сотвик вернулся на пуску виток у нас здесь аркада тем временем через скрип дима форму лет на сентре находит через кнаина неплохо правда там есть еще один игрок это женка а вот женку же убить будет довольно тяжело тоже у него кольт он забрал кольту своего тиммейта кольт имеется также у фрея фрея у нас работает под точкой б тут в принципе три игрока только что находилось но ввиду того что на раннем тайминге нету выхода этим спирит уже уже к машине данцы из-за который будет пытаться помогать своему тиммейт коди вот он выход под бас б сам даян будет открываться в общем то здесь нужно моментал кто качество астру понял что здесь слишком опасно и нужно бы наверное уже бы наверное ворваться первым погибнуть храбрым ну что холоде услышал передвижение своего оппонента он идет убивать женку убивает в итоге его и данцы из вместе с фреем остается вдвоем про и мать сотвика неплохо на капли живет дальше но к нему правда здесь уже убежать с игроки можно и коктейль молотова закинуть фреи можно и каешку закинуть под него что угодно в общем-то но в итоге сам даянг справляется своими усилиями минус также от колди и он убил на станции за это 14 раунда team spirit ну и вот он закуп знаете так называемый последний наверное надежда для команды виндендрей потому что деньги заканчиваются если они вдруг не выигрывают данный раунд то дальше наверное шансов практически здесь уже вернуться и как-то перевести эту ру не будет хотя всякое бывает в контр страйке но это слишком банально именно для этого матча на мой взгляд здесь все решится именно в основное время сотки смачок полетел к коктейль молотова под буст и здесь кстати фейк раунд я так понимаю потому что посмотрите где находится сам даянг уже вышел сам даянг уже вышел там даянг вышел убивает от своего оппонента еще стрельба и чуть было не забрал еще одного плюсом колди колди пробрался но здесь надо сотфику работать колди колди увидел химск найна есть коктейль молотова ну и бомбе теперь можно спокойно позойти кстати говоря и поставится да мы видим сотфик этим и занимается вплотную 2 2 друзья у нас ситуация очень интересный раунд но мы чуть позже обязательно его разберем ну что выход через девятку сотфик шикарно минус химск найн женку последний против двоих женку не попадает 13 процентов и здесь я не знаю что сэйвить надо так флешка полетела все мимо хотя горит горит сотфик 44 процента колди через смок ворвался он уже ждет выхода ну-ка прострели ка его ну-ка ох как же это было близко но нет 15 8 ну что раунд раунд очень крутой на самом деле вот то есть по сути здесь получилось так что спускали на трак сотфика вот я правда не знаю куда он откинул смог то ли он откинул его на девятку то ли он откинул его в пленту и ладно гадать не будем сотфик откинул смог на точку а дальше запустил своего тиммейта под две флешки и плюсом еще откинул коктейли молотова под буст и вот под это все движуха у нас был врыв на базу б короче говоря именно реализовано было все довольно неплохо итак смотрим 15 8 друзья 7 матч-поинтов для team spirit в этом матче в этом бесток ван матче в рамках и сия маунти дюлик 28 сезона дима отворачиваться от гранат дима идет пика дима дима пока никого не видит заметил женку ох как же здесь тайминг то просто напросто помог помог диме да и потому что только смог уже вроде бы должен был раскрыться как дима вышел увидел своего оппонента вот здесь вот неплохо кстати говоря фрей перестреливать своего оппонента но догадывается о том что все таки имеются игроки еще в мэне фрейм надо оттуда как-то уйти из этой опаснейшую ситуации 4 в 4 в их планируется все-таки на точку а полетела флешка у нас обратите внимание да если будет на какой-то ретейк при поставленной бомбе допустим ситуации 4 в 4 чем выбивать плент коллективу wind and rain у них только флешка вот на данный момент остается танцы за химск на прошивать у нас дефолт снайпер не смогу работать у нас на девятке пришлось ему слезть ну и будем смотреть за врывом от команды атаки здесь что происходит о фрейд убивает сам до янга ситуация 2 в 2 сотвик и да в кост против астро и да так ну что да в кост а в п будет пикать попадает кстати по дан сизу забирает автомат калашникова и дальше понимать что лучше на работу с данным девайсом до в кост убивает еще одного игрока добивает я бы даже сказал дан сиза и астро последний выход на стрельбу астро справляется но против сотвика поработать не удалось это 16 8 победа коллектива team spirit друзья с чем мы конечно же всех болельщиков причастных к этой победе поздравляем и